Когда мы говорим о том, что о модернизации, все это, конечно, отлично, славно, но только с советских времен, с 17-го года, у нас всегда была проблема с уборщицами, грузчиками, извините, человеком, который просто протрет тряпочкой, и как бы мы ни оформляли, вот еще раз говорю, вот эти три специальности, они всегда будут в дефиците. Хорошо, Дмитрий, а чем он так поперек горла встал депутатом, этот заемный труд? Нет, ну депутатам он встал-то понятно, в общем, сейчас предвыборный год, надо, в общем, показать, что ты заботишься о народе, это нормально. Предвыборный город не сейчас, обращаю внимание, предвыборный город не сейчас, депутаты всегда заботятся о народе, беззависимый выбор. По этому вопросу я попрошу Елену Герасимову, она нам сейчас подробно объяснит и даст экспертную оценку этих инициатив. Вы знаете, во-первых, заемный труд, это не то, о чем мы сейчас говорили, это и не схема с АЧП в Ашане, я не знаю, есть они или нет, но это не схема с АЧП, и это не схема с аутсорсинговыми агентствами. И законопроект, который внесли Тарасенко и Исаев, они были направлены не против схемы аутсорсинговых агентств, а именно против схемы заемного труда или лизинга персонала, или то, что еще называют аутстаффинг. Тогда объясните, пожалуйста, вы как эксперт ловко оперируете этими понятиями, не все успевают. Против чего вот этот законопроект? Против заемного труда, когда заемное агентство, которое вообще-то по своим функциям должно заниматься только подбором персонала, помочь человеку найти рабочее место. На этом, ну, может быть, там с кого-то получить деньги за это, с работодателя, например, за то, что рабочее место занято. Вместо этого заемное агентство заключает трудовой договор с собой, с этим работником, и дальше этого работника посылает. Сегодня в НПО имени Лавочкина, завтра в Ашан, послезавтра в какое-нибудь еще третье место и так далее, и так далее. И дальше, когда ему где-то не заплатили, например, все претензии он может предъявить только к этому, например, заемному агентству. Я вам расскажу еще более ужасную схему, которую используют. И более того, я вам хочу сказать, сейчас эта схема незаконна. Трудовой кодекс… Незаконна? Незаконна. Запрещает. Почему? Она прямо запрещена нашим законодательством, потому что трудовой кодекс… То есть такой лизинг персонала не узаконен. Лизинг персонала, да, он незаконен. Например, приняли человека на работу вот в такое заемное агентство, его отправили, например, даже в банк работать, в том числе высококвалифицированные сотрудники. Он пришел работать в банк, в принципе, на постоянную работу, но потом он чем-то не понравился работодателю, и работодатель говорит, все, я расторгаю контракт с этим заемным агентством, мне человек больше не нужен. Заемное агентство говорит, все, мы вас увольняем, у вас был срочный трудовой договор в связи со стечением срочного трудового контракта, окончанием контракта, до свидания. Более ужасный пример. В прошлом году… То есть никаких гарантий? Никаких. Более ужасная история, с которой мы занимались в прошлом году. Очень известная кондитерская фабрика, Бабаевская. Вместо того, чтобы принимать людей непосредственно к себе на работу, через какую-то фирму «Рога и копыта», которая на самом деле называлась фирма «Петролайн», привозила людей из регионов в Москву, люди жили в ужасных условиях, по договору им должны были заплатить, как им обещали на словах, должны были заплатить порядка 20-22 тысяч за работу в месяц. Люди работали 6 дней в неделю по 12 часов в день, жили в общежитии, самостоятельно за все платили, в том числе за медосмотр. По итогу с ними расплачивались, ну, знаете, им там 2-3 тысячи подкидывали, когда они уже просто слезами умоляли. А потом, когда они умоляли слишком активно и начинали уже требовать, им говорили «до свидания», «пропуск давайте», «до свидания». Кому им пойти? На эту Бабаевскую они приходят, им говорят «а вы кто такие? Вы у нас не числились, вы фирма «Петролайн», которая где-то в Казани зарегистрирована». Они в фирму «Петролайн», а им там говорят «а нету», ну, нет, у нас есть такая фирма «Петролайн», но человек, который ее руководитель неизвестно где находится, уставной капитал 10 тысяч рублей, ну, предъявляйте, кому хотите, предъявляйте требования по заработной плате. Остается единственная инстанция прокуратура. Более того, прокуратура, милая наша прокуратура, в которую были поданы в том числе депутатские запросы, сказала, ну да, имеется задолженность в соответствии с трудовым договором, так как он был оформлен, имеется задолженность в отношении каждого человека полторы-две тысячи рублей. Там еще хорошо написали трудовые договоры. А как работнику пишут трудовые договоры? На, подписывай, не хочешь, уезжай обратно. Он уже потратил деньги на дорогу, на медосмотр, свои деньги и так далее. Конечно, он подписывает и верит, что, ну, наверное, я заработаю эти 22 тысячи в месяц. Вот против чего внесен законопроект Тарасенко и Исаева. Павел, хотелось бы... Аня, у меня секундочку, у меня к Сергею вопрос. Сергей, это вот та самая либерализация, которая ни к чему хорошему не привела. Нет, дело в том, что я как раз поправку Исаева, в общем-то, поддерживаю. И здесь ее немножко как бы обрезали. На самом деле она достаточно гибкая, потому что... А у вас, скажите, пожалуйста, на ваших предприятиях заемный труд используется? На наших предприятиях нет. Нет. Я могу сказать, что эта поправка гибкая, потому что там указывается, что этот заемный труд запрещен в случае, если есть все основания для заключения настоящего трудоводства договора. Потому что действительно бывает... Должна быть альтернатива. Да. Нет, действительно бывают случаи, когда нужны временные рабочие. Ну, например, на полях, на уборку овощей, да, там, 2-3 месяца, там. Какие-либо еще сельхозработы, которые... Да, собрать, например, 200 человек или 300 человек. Которые чисто сезонные работы. Здесь действительно нужно большое количество людей, которые сразу любая компания собрать не может, потому что у нее нет такой возможности. А если есть какое-то агентство, которое представляет такие услуги, можно им с удовольствием пользоваться. Поэтому, мне кажется, вот, я-то о чем говорил, что не надо смотреть всегда с одной стороны на трудовой законодательство. Надо всегда думать и о предпринимателе, о производителе. Потому что мы можем его так задушить, что он уедет, перенесет производство в Юго-Восточную Азию. Да, и чем это закончится? Тогда работы не будет ни у работника, ни у государства налогов. Поэтому надо всегда... Это самый вопрос баланса, который должен быть. Да, да, это баланс интересов. То, что надо защищать наших работников, это да. Но государство-то защищает своих работников не только через трудовой законодательство, но защищает для... Обеспечиваем достойную жизнь и безопасную жизнь, да. У нас почему-то все, как бы вот решили сейчас, давайте уничтожим этот аутсерфинг трудовой, да. Ну, конечно, есть жулики, которые им пользуются, вопросов нет. Но в то же время мы сейчас это перекроем, жулики найдут другой повод. А нормальные компании, которые могли бы этим пользоваться, они не смогут работать. У меня вопрос есть к представителю рекрутингового агентства. Михаэль, скажите, пожалуйста, а как на Западе отрегулированы эти вопросы? Используются ли такие схемы? Ну, я просто... Насколько вообще она эффективна, форма труда? Я просто в шоке, я проникнул несколько комментариев, потому что несколько поправок в законе именно отношения к аутсерфинговым компаниям. Они существуют в Венесуэле, в Гамбии и в Кении. Это три страны в мире, и все. Россия хочет равняться именно с этим. Не могу это представить. У вас 100 тысяч человек работает через рекрутинговых компаниях в таких сетях, которые здесь названы. Я просто в шоке, как вы будете строить Сочи, как вы будете строить Сколково. Как вы будете шампионат по футболу в 2018 году делать, если это вы запрещаете, которые везде в мире работаете. Мне это просто большое загадка. Вы будете строить в Сочи сколько за счет дешевой рабочей силы? Никто не говорит за счет дешевой силы. Если вот пример, который вы сейчас по-бабаевски пользовали, а почему они выбрали именно такое агентство, которое им такую ерунду представил? Потому что они сидят где-нибудь в Воронежской области. Чтобы качественного провайдера выбрать, ему нормально платить, и все будет нормально. А если вы именно это выбираете, такую компанию, которая нелегально работает? Когда стал вопрос в России, что низкая производительность труда, значит, компании, которые работают в угольной отрасли, для того, чтобы показать, что они борются за производительность труда, они пошли по простому пути и стали сокращать людей. Объем продукции растет, люди падают, производительность труда растет. Все, мы, говорит, выполняем установку премьера, президента, нормально, только за счет интенсификации труда, за счет эксплуатации рабочего, а не новой техники, технологии и всего остального. И все, в принципе, работодатели, чтобы получить либо прибыль, либо повысить какие-то показатели, идут по пути наибольшей эксплуатации рабочего. Вот и все. И эти поправки позволяют защитить людей, чтобы они не перерабатывали, не умирали на рабочих местах, а чтобы они нормально зарабатывали, нормально жили. Что вы делаете с этими сто тысячами или сотни тысячами людей, которые так уже оформлены? Вы их просто на улицу выгоняете. Мы их не выгоняем, мы заставим работодателя при заключении договора. Позвольте, коллеги, есть объем работы, за этот объем работы оплачено. Естественно, компании вынуждены будут этих людей перевести в штат, и эти люди будут нормальные работники, они будут нормальную зарплату получать. И будут платить налоги во внебюджетные фонды. Все будет нормально, как все остальные. Вот и все. И не будут рабами на производстве, понимаете? И будут платить налоги во внебюджетные фонды, потому что нам говорят, больничные листы нужно уменьшить, значит, среднюю зарплату считать по-другому, что нет денег во внебюджетных фондах. Они оформлены в рекрутинговых компаниях и платят все налоги. Они даже больше налоги платят, потому что, по-вашему, СМА в России первые 500 тысяч рублей они по 34%, потом никакие проценты. Эти люди, которые каждые 5 месяцев снова оформляются, они 2 раза или 3 раза будут по 34% платить. Вы даже меньше будете денег получать. Коллеги, коллеги, давайте мы четко и ясно всему миру скажем. Россия – страна дорогого труда. Нам дороги наши граждане. Если вы ищете дешевый труд во Вьетнам. Мы должны прерваться на короткую рекламу и вернемся в нашу студию через несколько минут. В эфире программа «Три угла». Как изменить трудовой кодекс, чтобы экономика не тормозила и права трудящихся не пострадали? Татьяна, к вам вопрос. Насколько современной экономике России необходим лизинг персонал или аутсорсинг, заемный труд? Как угодно назовите. Можем мы без него обойтись? Михаэль сомневается. Вы знаете, я с удовольствием присоединюсь к позиции Михаэля. Потому что я точно так же, как и он, считаю, что для того, чтобы компании могли быть эффективны, нужно качество труда. А если мы понимаем, что у нас есть низкоквалифицированный труд, в том числе нам этот специалист низкоквалифицированного труда нужен на полдня, зачем я должна его вносить в свой штат и платить ему все соответствующие налоги? Хорошо. Как защитить его работу? Зачем я должна платить все соответствующие налоги? Да, да. Позвольте, я уточню, что я имею в виду. Я как специалист по управлению рынком могу сказать, что в России одна из самых больших проблем – это качество труда. Давайте не будем забывать об этом. И с точки зрения качества труда Россия действительно… Я не говорю сейчас про производительность. Здесь очень много на эту тему говорили. Качество труда подразумевает, что Россия может действительно стать современной экономикой, современной страной, которая движется в сторону инновационной экономики. Если мы с вами будем сейчас двигаться по тому трудовому законодательству, кодексу, который мы сейчас пытаемся промотировать, то мне кажется, что нам станет очень сложно это делать. Давайте посмотрим. Трудовой кодекс сегодня защищает в первую очередь работника. Я тоже наемный работник. Но я хочу сказать, что если человек действительно квалифицирован, то работодатель заинтересован на 150%, чтобы я была у него в штате. Потому что он во мне заинтересован, потому что я ему делаю прибыль. Поэтому я считаю, что этот трудовой кодекс с этими поправками не защитит работодателя. Я считаю, что нужно защитить работодателя. Хорошая мысль прозвучала. У нас, к сожалению, трудовое законодательство защищает не лучших работников. У нас кто пользуется этим законодательством? Чиновники, которых не могут уволить, которых не поймали за руку, что он воровал, но есть все подозрения, что он воровал. Вот он начинает болеть, он на больничных и так далее. То есть в основном у нас, по-моему, опять же, исходя из моего опыта и опыта людей, с которыми я общаюсь, у нас вот этими жесткими защитными мерами, в кавычках, пользуются не очень добросовестные работники. И поэтому у нас формируется мнение какое, что у нас закон защищает не того, кто хорошо работает, а кто умело пользуется этим законом и не работает. Вот в чем проблема. Секундочку. Вот есть две точки. Вот вы говорите, что если вы хороший работник, приносите работодателю прибыль. Я хочу задать, пожалуйста, а что, уборщица ему прибыль не приносит? Если уборщица за вами, за хорошим работником, не будет убирать, протерять пыль, вы через неделю засретесь и никакой прибыли не дадите. Никакая прибыль не нужна. Андрей Бунчев. Это первое. А второе, то, что вы говорите, защищает ленивых и нерадивых работников трудовой законодательства по отношению к высококлассным специалистам. Так вот как раз существующий трудозаконодательство позволяет высококлассным специалистам включить в трудовой договор те позиции, которые позволят его защитить от работодателя в случае каких-то ситуаций. Немножко хочу вернуться все же к Прохорову, потому что мы с него начали, с его предложений. Я считаю, что предложения Прохорова человеконенавистнические, фактически людоедские предложения. И они отвлекают на самом деле от той роли, которую играют олигархи и вообще первые предприниматели России в нашей модернизации. Именно они не справились с тем, чтобы обеспечить нормальную производительность труда. Потому что производительность труда во многом, точнее даже я считаю почти на 90% зависит от руководителей, от высших менеджеров, от организации производства, управления, от инноваций, которые они должны применять. А именно свои предпринимательские таланты проявить и обеспечить людям работу. Что важно определить, что делать. Люди не знают, что делать. Я докажу это двумя вещами. Смотрите, у нас по всей стране неполный рабочий день, принудительные отпуска, конвейеры стоят. Как только праздник, так и на 10 дней. Почему это происходит? Потому что люди не знают, что делать. И их легче распустить даже. Второе. Я бы согласился, что трудовое законодательство тормозит наше развитие, если бы мы видели по всей стране толпы протестующих, бастующих, которые бы останавливали все предприятия и так далее под эту марку. Но этого нет. Посмотрите на Грецию, Францию, Италию. Там везде забастовки. Там снижают зарплаты, а у нас растут. Да, и обратите внимание, там как раз борются за свои права рабочие и трудящиеся. Там зарплаты не снижают. А у нас ведь никто не борется. У нас никто не борется. Так что вас не устраивает? А они говорят, нет, все равно мало. Я считаю, что это операция отвлечения. Мне кажется, тут надо тоже четко расставить такие системные вещи. Почему государство на стороне работников, в том числе и через... Оно обязано быть на стороне работников. По той причине, подождите, по той причине, что работник в соотношении с работодателем более слабая позиция. Это очевидно. Совершенно правильно.